По стратегии развития компании хотел бы сказать следующее, что мы фокусируемся на развитии трех типов источников энергии. Это ДВС, двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели и газомоторное топливо. Это связано прежде всего с тем, что мы развиваемся в полном соответствии с актуализированной стратегией развития автомобильной промышленности, где основным трендом будет являться развитие экологичного транспорта прежде всего. И безусловно это связано в том числе и с прогнозом ООН, который говорит, что 75% населения земного шара к 30-му году будут перемещены в городах. И для этого основным направлением городского развития будет являться транспортное направление, которое должно быть абсолютно экологичным, бесшумным, удобным, комфортным и подключенным. И поэтому автомобили, легковые автомобили, они такие должны быть экологически чистые. Поэтому наша стратегия предполагает фокус электротранспорт в крупных городах и мегаполисах и газомоторное топливо в отдаленных регионах нашей страны, где существуют определенные климатические аномалии, где, наверное, будет более эффективным работать газомоторное топливо. Относительно, наверное, комментариев коллег, которые представили достаточно интересные доклады, первое по Екатерине, хотелось бы несколько дать своего видения, что вы как-то так негативно отзывались от москвичей, говоря о том, что это все знают, что это китайские автомобили. Хотелось бы, наверное, сказать относительно вот этой негативной коннотации, что сейчас в мире нет ни одного автомобиля, который был бы произведен в конкретной стране. Что в автомобиле существуют десятки тысяч комплектующих, узлов, агрегатов, которые произведены в разных странах. И, наверное, автопром, особенно до недавнего времени, являлся таким уникальным примером глобального разделения труда, когда все страны были вовлечены в процесс глобализации и либерализации. И поэтому нет такого автомобиля, который принадлежал бы конкретно кому-то, конкретно какой-то стране. И, наверное, для всех такой общий комментарий. В жизни же так не бывает, что вы проснулись и бах, мост. Так не бывает. Это последовательный процесс, к которому мы идем. Потому что понятно, что нужно восстановить всю автокомпонентную отрасль страны. Вот коллега из КАМАЗа абсолютно верно говорил. И мы этим последовательно занимаемся в рамках специально-инвестиционного контракта, в том числе, где берем на себя обязательства по локализации. Сначала это будет ДКД сборка, потом СКД уже со следующего года. То есть это сварка и окраска. И развитие автокомпонентной базы, вовлекая всю цепочку технологическую нашей страны. Если, ну и, соответственно, конкретная информация. С декабря 2022 года мы начали производить электромобили. Это «Москвичи» М3Е. И готовы уже к производству автомобилей на ГБО. И наш партнер является «Газпром» газомоторное топливо. Вижу коллег в зале, поэтому рады их приветствовать. Потому что является нашим стратегическим партнером. И второй ваш вопрос был, какие препятствия на пути развития экологического транспорта. Но, наверное, здесь можно выделить три группы. Первая – это технологическая, потому что требуется дальнейшее развитие технологии, увеличение емкости батарей, увеличение запаса хода. Безусловно, требуется работать со стоимостью, которая в том числе будет достигаться за счет локализации. Что мы делаем? Уже в Москве создан электромобильный кластер, где работает порядка 60 резидентов. И здесь и КАМАЗ, и «Москвичи» являются лидером этого направления. Второе – это, безусловно, инфраструктура. Требуется более активное развитие инфраструктуры. Есть регионы-лидеры. Это Москва. Хотелось бы добавить еще Сахалин, потому что это действительно уникальный пример, который реализует эксперимент по нулевому углеродному следу. И это наш будет следующий пилотный проект на острове Сахалин. И третье направление – это, безусловно, субсидиарная поддержка. Так идут все страны мира, и Китай, и другие страны. То есть различными методами и мерами. Безусловно, это субсидиарное направление, которое направлено на то, чтобы стоимость электромобиля в конечном итоге сравнялась со стоимостью ДВС. Субтитры сделал DimaTorzok